Библейский портал экзегет.ру представляет 17 глава Евангелия от Иоанна. Я читаю для библейского портала экзегет свой перевод. 14, 15, 16, три главы. Это длинная речь Иисуса, которую он обращает к ученикам сразу после Тайной Вечери перед своим арестом. А 17 продолжение этой речи, но уже речь обращена к Отцу. Это уже молитва, хотя эта молитва больше похожа на проповедь. Зачем сейчас ему молиться? Нет, ну, конечно, мы у синоптиков читаем про молитву в Гефсиманском саду, где Иисус молит, чтобы эта чаша прошла мимо него. И Иоанн тоже очень кратко упоминает эту молитву, но очень-очень кратко. И зато долго и подробно вот это его молитва об учениках. Но ведь он сказал в самом начале своей речи, я во Отце, а Отец во мне. И вы, если вы соблюдаете мои заповеди, то вы тоже во мне, тем самым вы едины с Отцом. Но если так, то в каком-то смысле он поручает учеников Отцу, да? В каком-то смысле он оставляет их уже без своего физического присутствия. И вот эта молитва в 17 главе, это, собственно, такое поручение. «Сказав это, Иисус возвел глаза к небу и сказал, «Отец, настал этот час. Прославь своего сына, чтобы и сын прославил тебя. Ты дал ему власть надо всем живым, чтобы он наделил вечную жизнь у всех, кого ты ему вручил. А вечная жизнь в том, чтобы знать тебя, как единственного истинного Бога, и знать Иисуса Христа, твоего посланника». Вот это, конечно, больше проповедь, чем молитва, да? Потому что молитва – это, ну, допустим, благодарение, прославление или, наоборот, просьба. А здесь он скорее рассказывает ученикам. «Я прославил тебя на земле, совершив дело, которое ты мне поручил. А теперь ты, Отец, прославь меня той самой своей славой, которой я у тебя обладал прежде, чем возник этот мир». Да какой же прославь, когда сейчас казнь будет, и он об этом знает. Ну, есть даже в иудаизме и до сих пор такое понятие, как прославление Бога, кеду-жа-шем, которое означает мученическую смерть. То есть человек, как может прославить Бога? Ну, словами, ну, допустим, ритуалами. Но самое ценное, что человек может отдать – это жизнь. Отдавая жизнь за Бога, он тем самым прославляет его в наибольшей степени, в которой только это доступно человеку. И вот здесь Иисус говорит, в общем-то, именно об этом. И он говорит, прославь меня своей славой, которой я обладал прежде сотворения мира, о своей смерти, о своей смерти, которая станет делом искупления, когда он, как в самом начале этого Евангелия говорит Иоанн Креститель, берет на себя грехи мира и побеждает тем самым этот греховный мир. «Я открыл твое имя людям этого мира, которых ты мне поручил. Они были твоими, а ты вручил их мне, и слово твое они соблюли. Теперь они поняли, все, что ты мне дал, исходит от себя. Я передал им слова, которые ты мне дал. Они приняли и воистину поняли, что я пришел от тебя. Они поверили, что я твой посланник». Это длинная фраза, но это вот разъяснение этой мысли о том, что я в отце, как говорит Иисус, отец во мне, и вы во мне, и тем самым в отце, если соблюдаете заповеди. Как это получается? Они принадлежат Богу, он их вручает Иисусу, и, соответственно, принимая его как посланника, они тоже в каком-то смысле возвращаются к отцу, но уже в каком-то новом качестве, как вот этого единства. «Я прошу тебя за них. Я не прошу тебя за весь мир, а только за них, которых ты мне поручил, ведь они твои, и я прославлен через них. Что есть у меня, все это твое, что у тебя мое. Они еще в этом мире, а я уже не в мире, я иду к тебе». Вот вновь и вновь эти слова единства, как бы с разных сторон, что мое, то твое, что твое, то мое. И я прошу не за весь мир, а только за тех, кого ты мне поручил. Богословы последующих времен будут, конечно, ломать копии о том, что значит «поручил», это предизбрание ко спасению, вот кого-то поручил, кого-то не поручил. Здесь ни слова об этом. Просто вот есть те, кого Бог поручил Иисусу, и, конечно, за них Он просит. «Они еще в этом мире, а я уже не в мире, я иду к тебе. Отец мой святой, сохрани их во имя Твое, которым и ты меня наделил. Пусть они будут едины, как и мы едины с тобой». Ну, вот уже было про единство, но там было сказано, что уже едины, а здесь это молитва, значит, вот это такое единство, которое не поддерживается автоматически, которое надо возобновлять. «Пока я был с ними, я во имя Твое оберегал тех, кого ты мне поручил. Я сохранил их, никто из них не погиб, кроме того, кто был рожден на погибель». Речь вот об Иудеи из Кариоти, конечно, чтобы исполнилось Писание. Вот, опять-таки, можно сказать, это предизбрание, это что-то с самого начала было решено, но, может быть, это такой оборот речи. Трудно себе представить, чтобы в момент, когда родился этот еще совсем малыш Иуда, как-то вот Бог его определил на погибель. Ну, в оригинале там сын погибель, то есть это человек, который вот как бы и родился уже таким, да. «А теперь иду к тебе и говорю об этом, пока я в этом мире, чтобы радость моя переполняла и их». То есть, видите, молитва все-таки больше похожа на проповедь, потому что он говорит об этом, чтобы ученики порадовали, чтобы они поняли смысл отшествия Иисуса. «Я передал им твое слово, этот мир их отверг, потому что они сами не от мира, как и я не от мира». Вот иногда спрашивают, а почему должен был быть распятый Иисус, неужели нельзя было как-то иначе? Ну, вот мне нравится такой образ. Меча надутого воздухом, который погружают в воду, вода его выталкивает, его невозможно держать под водой, да, по законам физики. И вот абсолютное добро, приходя в этот злой мир, мир выталкивает его из себя, он не принимает. И в том мире, в котором ученики, едины с Иисусом, и не от этого мира, он выталкивает и их, и он заранее тоже их об этом предупредил в прошлой главе. Но я прошу не о том, чтобы ты изъял их из этого мира, а чтобы ты сберег их от зла. Они не от этого мира, как и я не от мира. То есть, изъять их из этого мира, ну, наверное, самое простое решение. И он же говорит о том, что я вас заберу, да, вот было в предшествующих главах, я иду к отцу, приготовить для вас комнаты, хотя их много, и как бы их не нужно готовить, но это еще когда будет, да. Вот, наверное, здесь ученики хотели бы, чтобы это все моментально закончилось, да, вот ты уходишь из этого мира, и мы уйдем. А что тогда останется от христианства? Вообще ничего, да. То есть, они остаются, чтобы нести этот свет дальше. Освяти их истиной, ведь слово твое есть истина. Как ты послал меня в этот мир, так и я послал их в этот мир, и ради них я посвящаю себя, чтобы они были освящены истиной. Освящение или посвящение, которое, как правило, при помощи жертвы тогда совершалось, это отделение от всего мира, ну, допустим, какое-то жертвенное животное его отделяют от стады, оно больше уже не в стаде, оно для жертвенника, да, и вот так он отделяет их и посвящает себя, то есть, по сути, приносит себя в жертву, чтобы их осветить. Но я прошу не только за них самих, но и за тех, кто поверит в меня по их слову. Ну, вот эта передача вести, да. Да будут все они едины. Ты, Отец, во мне, а я в тебе, так пусть и они будут в нас, чтобы этот мир поверил, что я твой посланник. Я передал им славу, которую ты наделил меня, чтобы они были едины, как едины и мы. Значит, вот это единство, оно предполагает и передачу славы, а слава здесь такое, может быть, понятие, ну, я бы сказал, абстрактное, но это тоже не совсем верно, но вот то, что принадлежит Богу и то, что переходит на тех, кто в един с Богом. Да будут они все едины, самое главное. Ты, Отец, во мне, а я в тебе, так пусть и они будут в нас, чтобы этот мир поверил, что я твой посланник. Вот это тоже слова единства, которых часто очень не хватает, и только это единство и рождает эту славу, да, делает ее возможной. Я передал им славу, которую ты наделил меня, чтобы они были едины, как едины и мы, я в них, а ты во мне. И да будет их единство с нами совершенным, чтобы мир познал, а то ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил и меня. То есть от единства христиан на самом деле зависит, насколько мир видит единство этих самых христиан с Иисусом и Иисуса с Отцом. Вот там вообще к вопросу о разделениях, да, если нет никакого единства, как это можно увидеть? Когда о множестве разных, я уж не говорю, там конфессии, деноминации, иногда о множестве разных группировок внутри одной и той же конфессии, свои какие-то представления о Боге, о Христе, и самое главное, ни в коем случае не дружить с теми, кто хоть чем-то отличается. Ну, значит, тогда нету этого ничего, тогда вот есть просто какие-то рассказы, которые вообще не имеют никакого отношения к истине, а единство между учениками и единство учеников с Иисусом есть залог их единства с Отцом и залог прославления Отца в этом мире, да. Ох, как это не совпадает часто с реальностью. И да будет их единство с нами совершенным, чтобы мир познал, это Ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил и меня. Отец, Те, кого Ты мне поручил, я хочу, чтобы они были со мной там же, где буду и я, чтобы видели славу, которой Ты меня наделил, возлюбив меня еще прежде сотворения мира. Ну, вот как в самом начале Евангелия Туана, в начале было слово, да, так и во многих других местах Иисус напоминает, что еще прежде появления мира, в начале, это что же отсылка к первой главе, бытия к сотворению мира. Праведный мой Отец, этот мир Тебя не познал, а я познал Тебя, познали они, что я Твой посланник. Я открыл им Твое имя, буду открывать впредь, чтобы та любовь, которой Ты меня полюбил, была и в них, как и сам я в них. Много и сложных слов, но давайте обратим внимание, что есть две темы, которые сквозны для этой речи, этой молитвы, 4 целых головы, с 14 по 17, это тема любви и тема единства. Все остальное появляется и уходит. Это постоянно присутствует, причем начинается скорее со слова любовь, заканчивается скорее словом единства, но они взаимосвязаны, потому что те, кто любят друг друга, тем свойственны стремление к единству. И это главный признак. Вот не количество постов, молитв, обрядов, ни форма их, ни последовательность их, ни самоназвание, а любовь между собой и единство, собственно, и есть зримое присутствие Иисуса Христа в этом мире и Отца через Него. Ну, а выводы сами делайте. 18 глава возвращает нас уже к действию, когда, собственно, и происходит предательство и арест, и мы почитаем, конечно, и об этом. Продолжение следует...